У нас в Норвегии тоже могла приключиться гражданская война, как у финнов. Анна-Лена Лаурен. Оф вот стать сбладет, Финляндия. 11 июня 2018 года, 1918 год, мартовское утро. На заснеженном поле стоят в ряд 9 мужчин. Расстрельная команда начала свое дело, и один из смертников уже лежит ничком. Двое других медленно оседают на землю. Крайняя в этом ряду, фигура в круглой фуражке, ростом гораздо ниже других. Совсем еще мальчик, лет, наверное, 16. Сказать наверняка трудно, но возмужать он явно не успел. Его сейчас тоже застрелят. На следующей фотографии все уже лежат в снегу. Офицер в шинели по колено и меховой шапке обходит всех с пистолетом и добивает раненых. Сильный мороз, и можно разобрать, как у ближнего мужчины идет пар изорта. Он еще дышит. Расстрел этот произошел в лямке похи и холодным мартовским утром 1918 года, сразу после того, как местечко заняли белые. Это и подобные ей фотографии побудили норвежского журналиста Мартена Янтовта написать книгу о норвежцах в финской гражданской войне. А снял эти фото его соплеменник, норвежский врач Харальд Натвик. Харальд Натвик. Я часто размышляю, что думал при этом Натвик. Он же был врач. И все равно достал камеру, чтобы запечатлеть казнь. Конечно, потом он пойдет к белым офицерам и объявит, что они зашли слишком далеко, и что так нельзя, но уже после расстрела. Так что все равно очевидно, что врачи норвежцы симпатизировали белым, объясняет Янтовт. Он написал книгу «Финляндия» в 1918 году, «Гражданская война и ее норвежские свидетели», и она недавно вышла на норвежском языке. В ней он описывает гражданскую войну глазами норвежских очевидцев, тема, которой раньше не придавали особого значения. Гуманитарная помощь из Норвегии в феврале 1918 года Норвежский Красный Крест и Женское общество здравоохранения выслали в Финляндию две кареты скорой помощи. Предполагалось, что врачи будут оказывать помощь раненым с обеих сторон. На деле же норвежские врачи прибились к белым и помогали главным образом им. Главный врач Харальд Натвик много фотографировал, запечатлевая, пожалуй, самые жуткие моменты гражданской войны. Мортин Янтовт – московский корреспондент норвежской телерадиокомпании «Энерко», «Энерко». Его вотчина – бывший Советский Союз, но Финляндия – его тайная страстишка. Янтовт женат на финке, имеет дачу под Мюрскевля и так или иначе связан с Финляндией всю свою взрослую жизнь. Книга зрела у него в голове примерно два десятилетия, с того самого момента, как он прочел неизвестного солдата, роман финского писателя Вяйнио Линна, «Прим.Перев». Вот эта сцена, когда в день рождения Маннергейма Каскила напевается и начинает петь песни красногвардейцев, она засела у меня в памяти. Я не мог выбросить ее из головы. В 1987 году я был в городе Вааса, брал интервью Ларса Ройне, одного из последних красных, кто пережил лагерь под Тами-Саари, город также известен под своим шведским именем Икенис, «Примечание Перев». Встречу организовали писатели Анлиса с Альстрем, Анлиса с Альстром, и Йостагрен, Гастагрен. Ройне тогда было 87. В лагере для красных он рыл могилы, вспоминает Янтафт. Эту встречу, признается писатель, ему не забыть никогда, хотя на деле он мало что понял. Ройне был родом из Астры Ботни и говорил на сильном диалекте. А могло такое произойти в Норвегии? Так Мортин Янтафт углубился в предмет. По-фински он говорит «бегло», и это умение очень ему пригодилось. При работе над книгой он пользовался как норвежскими, так и финскими источниками. И он не только уловил саму суть гражданской войны, но и элегантный облик ее в слова. В финском случае сказалась близость России, считает он, с формальной точки зрения, до того, как разгорелась гражданская война, Финляндия была самой демократической страной Скандинавии. Реформы 1906-07 годов принесли всеобщее избирательное право, и оно распространялось даже на женщин. В 1916 году финские социалисты получили большинство в парламенте, впервые в Европе. Во многих отношениях Финляндия была впереди всех в Европе, но она все еще входила в Российскую империю, и царь тормозила реформы своим правом вето. Это привело к расколу в лагере финских социалистов, рассказывает Янтафт. Финская гражданская война отпочковалась от русской революции, считает он. Русская революция бушевала буквально под боком. Октябрьский переворот произошел в Петрограде, но от него побежали круги по воде, и они дошли до Финляндии, говорит он. О войне больше не молчат Янтафт считает, что мнение, будто Финляндия замалчивает свое прошлое, больше не соответствует действительности. Поначалу люди молчали целыми поколениями, но в последние 20 лет общественная дискуссия оживилась. Огромную роль в этом сыграли культура и литература. Сейчас, сто лет спустя, представили обеих сторон, пожалуй, даже смогли бы сесть и поговорить. Это говорит о силе народного духа. У нас, у норвежцев, тоже есть своя травма, от Второй мировой войны. Мы слышать не желаем про 7000 наших соплеменников, которые пошли на службу к немцам. Нам приятнее думать, что все мы сражались за благое дело. Анатомия гражданской войны в 2014 году разразилась война на Украине. Янтафту доводилось писать о ней репортажи. На Восточной Украине русское вмешательство оказалось даже сильнее, чем в Финляндии в 1918 году. Но Янтафт все равно считает сравнение правомерным. Никто и не предполагал, что будет война. Но произошло то, что произошло. Радикалов среди обычного населения, лишь малая часть. Однако когда и если назревает конфликт, то хватает и тех немногих. Тогда вдруг стало принципиально, красный ты или белый. Теперь, украинский ты националист или пророссийский сепаратист. И в бывшей Югославии было то же самое, считает Янтафт. По словам Янтафта, несмотря на свое прошлое, у Финляндии вовсе нет иммунитета от подобных тенденций. Заметна некоторая агрессия по отношению к финским шведам, старейшее и крупнейшее меньшинство в стране, насчитывающее порядка 5,5% населения, примечание Перев. Снаружи может показаться, что у них все хорошо, и что им вообще грех жаловаться, но многие из них рассказывали мне, что боятся загадывать, что может произойти, если что-то вдруг пойдет не так. Предугадать такие события невозможно, и в некоторых ситуациях вверх могут взять экстремисты, пусть их и меньшинство. Поэтому важно знать, как работают эти механизмы, заключает Янтафт. Продолжение следует...